Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас середина октября, установилась хорошая погода, последние денечки. И сейчас хотел поговорить о самых последних помидорах. Речь пойдет о плодах. Вообще-то я не стремлюсь выращивать помидоры, которые долго хранятся. Выбираю самые обычные сорта. Пробовал когда-то выращивать сорта новогодние, ну и подобные, которые лежат чуть ли не до нового года, но от них отказался очень быстро, потому что вкус у них, ну мягко говоря, не очень хороший. И смысла их выращивать никакого нет. И поэтому использую обычные сорта. И вот сейчас, повторю, середина октября, и осталось совсем немного спелых плодов помидоров, которые дозаривались уже дома, поскольку заморозки уже были очень большие. И, конечно, на участке их нету, поскольку теплицы тоже не имею. И вот интересно посмотреть, какие сорта все-таки оказались самыми стойкими в плане сохранности плодов. Посмотрим. Это прежде всего сорт черви красные. Вот такие симпатичные помидорки. О них я рассказывал. Эти помидоры были выращены безрассадным способом, посевом в грунт. И вот самый последний кустик помидоров, он рос дольше всех на участке. Но немного его прикрывало от заморозков, когда уже заморозки, ну были минус 5, он все еще держался. Но в конце концов его убрали, и остатки плодов, их оказалось не так уж и мало, дозаривались дома. И вот по сию пору они поспевают, хорошо сохраняются, не портятся. И их очень хорошо можно использовать для еды. Они довольно вкусные. Это первый сорт. Второй сорт это вот такие плоды. Это сорт, если не ошибаюсь, конечно, царица полей. Этот сорт выращивал в небольшой тепличке. И вот он оказался очень долго хранящимся. Причем некоторое количество кустиков этого сорта помидоров выращивались так же и безрассадным способом. Они оказались более поздними. И вот это, по-моему, как раз из этой части помидоров. Ну, как бы то ни было, этот сорт довольно легкий, вкусный. Ну, видно сейчас, даже плодики крепкие, несморщенные. Ну, и вкус у них, поверьте, вполне нормальный. То есть их можно использовать. Я думаю, вот эти последние помидоры будут с успехом съедены. И последний сорт, к моему удивлению, вот он. Это оказался сорт тяжеловес Сибири. Он выращивался тоже безрассадным способом. И крупные плоды, ну, были довольно значительного размера, очень вкусные, сочные. Очень мне сорт понравился. Но, кроме того, даже мелкие плодики, вот этот вот, например, они оказались довольно легкими. И вот он долежал до этого времени. Последний, правда, если я не ошибаюсь, он остался. Но, тем не менее, он целенький. И немало их съедено. И еще и вот этот последний, я думаю, не пропадет. Так что еще и сорт тяжеловес Сибири. И он не крупный, но дозарился очень хорошо. Не испортился. Ну, хотя чуть-чуть, видно, уже начал подсыхать. Ну, страшного в этом ничего нет. В разрезе этот помидор вполне нормальный. Поскольку, как раз недавно, такой помидор резали для салата, могу заверить. Вот у таких сортов помидоров плоды оказались самыми легкими. Конечно, что неудивительно, все эти плоды выращены на безрассадных помидорах. То есть, именно эти кустики, с которых они были сорваны, выращивались прямым посевом в грунт. Напомню, сеял я в начале мая семенами. И вот они не только выросли, но еще и дольше хранятся. Ну, конечно, они поспевали позже. И такие помидоры более крепкие и стойкие, и плоды в том числе. Ну, как бы то ни было, вот такие последние помидорки. В условиях отсутствия теплицы, я думаю, вполне нормально, что в середине октября еще можно полакомиться свежими помидорами. Но еще некоторое время они полежат. Но я думаю, в ближайшие дни они будут израсходованы. Ну, а когда они кончатся, то пойдут в дело замороженные помидоры, которых тоже немало. Сделан большой запас, их можно доставать и использовать для разных блюд. Для салатов, ну и так далее. Ну, и в конце пожелаю всем огородникам выращивать помидоры, получать хорошее урожае, хранить их. Всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok